Динамо сменили сторону, но это, собственно, позволило им установить контроль над шайбой в зоне нападения. Ну и вот, наконец, приступили Динамо с позиционной атаки. Бросок поворотом, отскок, добивание на пятачке последовало. А вот и ответ Амура в ближний угол бросок. Еременко отбивает шайбу щитком, далее передача на пятачок. И контратака получается у Динамо. Комаров набирает скорость, пересекает синюю линию. Анисин под него открывается, ждет кому отдать передачу. Сам бросает Анисин, шайба. С неудобной не смог добавить. Сохраняет шайбу Михаил. Снова пошел в облотку, здорово просто действует. И сейчас Мурыгин игру останавливает. Именно такое преимущество по броскам. Да, и в то же время по своим воротам в это время броски не производятся. Ружаль к шайбе и забивает, забивает. Нападающий Хабаровского Амура не уходил тогда без набранных очков. Теперь эта цифра уже в первом периоде нашего сегодняшнего матча превращается в 5. Учитывая, что «Динамусам» нужно отыгрываться и Хабаровчанам очки сейчас на данном этапе чемпионата нужны, попросили, скорее всего, повнимательней быть. Шайба в воротах. 1-1 становится счет. Перед матчем с Ригой не набирал он на протяжении 6 матчей очки. И затем, как прорвало, пожалуйста, вторую встречу подряд. Бросок. С лета, да, с лета переправил после броска Соина. Это не защитник, это Сергей Соин. Бросок. Потихоньку, потихоньку подъезжают поближе к воротам Амура. Квиста московского «Динамо». Здесь Коньков снова играет с партнером. Передача в центре. 2-1. Коньков на Козлова. Козлов быстро на Сергея Соина. И Сергей Соин забрасывает свою восьмую шайбу в этом сезоне. Причем одним из лучших бомбардиров в середине сезона. Мяинты бросает по воротам. Ломается клюшка у кого-то из кистов московского «Динамо». Расчищает зону шулаков. Мяинты тем временем контролируют шайбу. Пас на партнера. И шайба в ворота. У Горохова сломалась клюшка. Именно он выдвигался по этот бросок. А здесь просто великолепный по точности бросок у Никуина. Получился данный верхний угол. Прорывает сейчас двоих игроков Соин. Далее обостряет ситуацию. Таким то ли броском, то ли пасом. И шайба в воротах. Московская «Динамо» одерживает победу в сегодняшнем матче. С единственным отличием, что Сергей Соин здорово прошел сквозь среднюю зону. Сохранил скорость. Набросил на ворота. Ну и первым на добивании оказался Юрий Бабенко. С разворота отправил шайбу сильно с его броском. Алексей Мурыгин не справился. Ну и в результате третья шайба Московского «Динамо», заброшенная Юрием Бабенко, приносит победу Московскому «Динамо» в овертайме. Недоволен Хану Йортика. Тем не менее, его команда набирает одно очко и сравнивается по этому показателю с Борисом. У Бориса, впрочем, еще одна игра в запасе на данный момент. Ну а в овертайме уже удача улыбнулась именно белым-голубым. В результате такая красивая и эмоциональная победа. Да, очень напряженная игра получилась. Сейчас, видите, Леонид Комаров традиционно четыре раза, да? Три заброшенных шайбы четыре раза. Ну, тем не менее, четырем трибуном помотал руками. Действительно, матч складывался непросто. Динамоцы вышли вперед.